Мы занимаемся вот этим двустишием. Давайте смотреть. Давайте разбираться. Вот перед нами двустишая катуха и разные переводы. Хоть ненавижу, люблю. Зачем же, пожалуй, ты спросишь? И не пойму, но в себе, чувствуя это, крошусь. И ненавижу тебя и люблю. Почему же, ты спросишь? Сам не знаю, но так чувствую я и томлюсь. И ненавижу ее и люблю. Это чувство двойное. Боги, зачем я люблю и ненавижу? Зачем? Пока здесь остановимся. Проведем некоторый эксперимент. Мы знаем все слова. Попробуем перевести сами. Это смеетно, где даже у Коши получилось ли мы их делали? Да. Это получилось, но смотри, зачем он это сделал, подумай. Возможно, чтобы делать все эти более похожие на Рашку и более понятные. Заметьте, у всех, кстати говоря, кроме Федора Корша, двустишие я. Да. Ее решение не ритмованное. У Корша почему-то ритмованное, да еще четверостишее. Любовь и ненависть кипят в душе моей. Быть сможет, почему ты спросишь, я не знаю, но силу этих двух страстей в себе я чувствую и сердцем всем страдаю. У Корша получился я. Правда? Да. Наверное, не случайно. Давайте попробуем поэкспериментировать. Попробуем взять и перевести сами. Это Рустише. Мы знаем все слова и все формы. Кто не знает, спрашивается. Не доказали это. Само не доделаю. А я? Зачем тебе я? Ага, без листа имения. Конечно. Римляне, помните, что мы хотели без листа имения. Да. Мы сейчас можем показать, да? Ему в Петербург. Кто это? Это я. Конечно. А пацан, это глагол, конечно. Я что делаю? Это нормальное первое лицо глагола. Не смущайтесь, что здесь оно заканчивается на О, здесь на АМ. Ничего страшного. Это первое лицо глагола. Дое, 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 дое лицо? Да. Дое, 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 дое лицо. Вот это второе. То есть ты спросишь. А, в квадрате. В квадрате, возможно, может быть. А, возможно. Конечно, очень бы хорошо, если бы у вас получился тоже элитический дистих. Да и кто из-за детишек? А вот это, конечно, все тоже элитический, правильно? Кроме кошек. Ну да. Ну да. Нэстио. Нэстио, это я не знаю. Я не знаю. Нэстио. Попробуйте представить, что может быть в ваших строчках. Сцилу, это знать. Сцилу, это знать, конечно. Ну что ж. Сцилу, да, и Нэстио. Нэ, знать. Да. А, сэд, это но. Сэд, это но. Фи-ери, это от глагулат. Не рог, то есть делается. Да? Места. Мм. Места. Места. Ну, потому что по-русски странно, да? Не знаю, но... А сэнтио? Сэнтио. Смотря в чувство, 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 сэнс, сэнс. А почему бы я передал? Сэнтио. Да. Ну, в один. Чувствую. У тебя правда не получился элитический дистикт, ну что страшно будет? Ты содержание передала. Там же елитический. Это все-таки элитический дистикт. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Правда? Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Тогую строчку элитического дистиктна, трендаметр, совсем просто придуматься. Сэнтио-сэв boré-лиے, сэнтио-сэнтио-сэвлоуа. Давай что-то добавим, что-то еще сюда, хотя бы как. Слово «это» можно наладо не пропустить, то есть можно сюда добавить? Можно, почему-нибудь, если по-русски, то будет хорошо. Заметей. Кардинально. Я не знаю, лучше этот мужик. Я не герой и не романтик, да? Я просто этим жить хочу. Но это, согласись, не совсем годится на переводе. Ты взяла, условно говоря, от себя, да? Правда? Ненавижу и люблю. Как я это делаю? Возможно, спросишь ты. Я не знаю. Но делаю так, как чувствую. И мучаюсь. Так, стихи? Стихи. Похожи на элегрические действия? Похожи. Правда? Дядя Григорьевич, у меня пора ли на элегрические действия? У тебя в чем-то похожи, но согласись, не во всем. Правда? Самый большой. У тебя начинается на элегрические действия? Возможно, ты спросишь. Да. А там мы как начинаем? Тра-та-та-та-та-та-та. Та-та-ра-та-та-та-та-та-ра. Ну-ка. Ненавижу, но все же люблю. Ты, может быть, спросишь. Ну-ка. Не знаю. Отвечу. И мучаюсь, как на кресте. Мучаюсь, как на кресте. Конечно, это ближе к элегрическому действию, да? Но не знаю, отвечу. Отвечу я. Не знаю. Просто не знаю. Все. Просто не знаю. Нестер. Не знаю. Я ненавижу и люблю. Зачем? Спросишь ты. Не знаю, зачем, но чувствую. И муки гложет меня. Муки гложет меня, да? В финале. Отлично. Хорошо. Хорошо в конце. Да? Да. Еще вариант. Третий. А вы можете три варианта прочитать? Три варианта, но не элегрическим действием. Да? Ни то, ни другое, ни третье. Ну что делать? Ненавижу и люблю. Как же спросишь ты? Я не знаю, но когда я это чувствую, я дамлюсь. И мучаюсь. Второй вариант. Я не люблю и люблю. Как это? Спросите вы. Но я не знаю. Просто когда я люблю, мучаюсь. Третий вариант. Я ненавижу, но я люблю. Что же? Я не пойму. Но же, когда я люблю, мучаюсь и все терплю. Согласись, у тебя третий вариант. По-другому значит что-то, да? Чем первые два. И когда я люблю, то все терплю. Согласись, это немножко по-другому, да? Когда я люблю, то все терплю. У Катулы по-другому. У Катулы проще. И сложнее. Одновременно. Я все терплю. Я предупреждал, что текст перед нами сложный. Ненавижу и люблю. Действительно, лирический герой Катулы очень часто любит и ненавидит одновременно. Это очень странно. И тем не менее, он это делает. Я не знаю, почему, как я это делаю. Но так чувствую. Ненавижу и люблю.